В станице Новоосетинской Моздокского района восстанавливается храм святителя Николая. Долгое время двери храма были закрыты для прихожан. Теперь станичники всем миром решили собрать средства на ремонт церкви. Уже установили и осветили колокола. Люди сами приносят в храм иконы. А скоро в церкви будет свой священник. На первом богослужении была и наш корреспондент Анастасия Саламатова. Одной из достопримечательностей станицы Новоосетинска, не так давно отметивший 200-летний юбилей, считается старый храм святого Николая Чудотворца. Он возведен еще в конце 19 века в традициях византийской архитектуры. Благодаря заботливым землякам сейчас храм восстанавливается. Провели работы по восстановлению звонницы, колокольни, приобрели звонницу. Пять колоколов прекрасных. Хочу сказать, не каждый храм имеет такую богатую звонницу, которая вот здесь приобретена. На праздничное богослужение, на котором осветили новые колокола, пришли и старый млад. Для сельчан это место всегда было особенным. Долгое время двери сюда были закрыты. Помещение храма использовалось далеко не по назначению. В советское время не секрет, что уничтожали, запрещали веру, отделили церковь от всего, от государства. Но нельзя церковь отделить от народа. Большая работа только началась. На внешнюю и внутреннюю отделку храма необходимы немалые средства. Жители же уже как могут украшают сельский приход. Этим иконам не один десяток лет. Многие из них были найдены под завалами. Совсем недавно здесь находились колхозные склады. Теперь вновь поселилась Божья благодать. Для украшения храма сельчане расстаются с семейными религиями и приносят их сюда. Отец Артемий провел службу совместно с протеереем Евгением Колесниковым. Сельчане района знают этого неравнодушного настоятеля Павлодольского храма Спаса Нерукотворного. Он ратует за то, чтобы сельские приходы были во всех населенных пунктах и принимает активное участие в восстановительных работах каждой святыни. Я сама тоже не крещеная была. Я крестила в лучку и сама покрестилась в прошлом году. Я считаю, что это важно. Очень важно верить в Бога. Ну как, нашу молодежь воспитывать духи религии, чтобы они не делали плохих поступков. Совсем скоро в Новоситинском храме появится свой священник. Для него уже построен дом. Местные строители постарались реконструировать его в короткие сроки. Усталости не чувствовали, работали. Не очень-то перетруждались. Восстановили, как видите, еще не до конца. Еще надо поштукатурили. Ну поштукатурили, сейчас побелить. Сразу после освещения колокола поместят в восстановленную звонницу. Звонарь уже проходит обучение в Моздокско-Успенской Никольской церкви. Так что совсем скоро по станице разнесется долгожданный колокольный звон. Анастасия Саламатова, Алена Кузнецова, Вести Аланья, Моздокский район.